Приветствую сердечно друзья. Нашему дорогому, любимому, светлому Расулу Гамзатову сегодня исполнилось бы день рождения. Поздравляю. Поздравляю родственников, близких, друзей, всех, кто его помнит. Но я думаю, что таких людей, которые его не помнят, не знают, просто на планете нет. Потому что Расул Гамзатов, ну что перечислять, и герой соцтруда, и поэт народный Дагестана, и всепланетный, потому что это величайший поэт. Ну вы знаете. И вот эту книжку мне, значит, дорогому волшебнику Хасаю от Шапиевича, потому что папа в Махачкале, сын Казиева Шапи, который написал эту книгу о Гамзатове. Наш дагестанский киносценарист, писатель. А его сын мне привез и говорит, папа сейчас в Махачкале, и поэтому он тебе передал, я тебе подписал. А сам мага, который мне это привез, поэт, поэт, и он получил в свое время его фильм «Кровь в Каннах» была, еще где-то была, у него как-то молодец какой. Ну я просто хочу сказать, что дядя Расул, я могу его так называть, потому что мне его брат сказал, дядя Гаджи, академик Гамзатов, брат Расула Гамзатова, сказал, ты не забывай, что ты наш родственник. Ну я, конечно, этим горжусь, я этим не хвалюсь, потому что, ну что значит быть родственником? Ну с другой стороны ответственность какая-то, да, и вот дядя Расул, значит, стоял, делал мои приемы, никогда руки у него не начали расходиться. Я говорю, дядя Расул, что вы там чувствуете? Он говорит, как будто начальника нет. Ну состояние свободы, ну как поэт сформулировал мощное, да, как будто начальника нету, ну какой умница. Вот сразу видно, что великий поэт, правда же, сразу сформулировал, ярким, понятным, доступным образом. Да, а потом он стал делать вот так, вот так начал делать, идиомоторно, у него руки пошли, 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 и тут его дорогая, уважаемая Патимат подходит к нему и говорит, Расул, ты что делаешь? Он говорит, обнимаю. Кого ты там обнимаешь? Тебя обнимаю. А, ну тогда хороший метод, она сказала. Потом, через некоторое время, когда мне, дядя Жи как раз-таки, Гамзатов познакомил с Исуповым, Магомед Исуповичем, первым секретарем обкома партии Дагестана, у меня не было помещения для центра. И он мне дал помещение. Это помещение на Казбековой улице в Махачкале, там между двумя зданиями трехэтажная такая стройка, и там раньше было дегустационный зал винзавода, ну вы представляете, да, там большие начальники приезжали, их там встречали, поели, кормили и так далее. Потом, через время, стал обществом трезвости, когда Горбачев пришел. А потом стал центром саморегуляции, человека homo futurus. Вот вы можете себе представить, как менялись эпохи и предназначенность этого маленького помещения в триэтажа, но такого узкого, как менялась. И мы все время занимались тем, что пытались с третьего этажа, там в двух кабинетах сидел бухгалтер и зампредседатель общества трезвости. А в моем центре, нижние этажи, ну там приезжали из 70 городов СНГ врачи и психологи и так далее, там зал был большой и так далее, и там все занимались. Где-то там ключи, это были какие годы. Я никак не мог их выселить, вот этого бухгалтера, значит, который весь этаж занимал. Потому что столько врачей, столько психологов, столько больных ко мне приходило получать помощь. Да, мы не могли нормально функционировать. И я пришел к дяде Расулу, и я говорю, дядя Расул, ну это как-то выселить их общество трезвости. А зачем выселить? Я говорю, ну потому что у нас центр там теперь находится. Как же быть? Он говорит, как я могу выселить, если я сам, говорит, в обществе трезвости? Ну, оказалось, он их и патронировал вместе с одним героем Советского Союза, который тоже патронировал общество трезвости. Ну, история смешная, занятная, но нервотрепная. Ну, потом дядя Расул сказал, ладно, торопливая речка к морю не придет, ты не спеши, я подумаю, как это правильно сделать. Вот такой был дядя Расул. Ну, я ему задавал много философских вопросов, потому что, ну, все знали, что и он выпивал, как любой поэт того времени, почти каждый выпивал, да, не только поэты. Да, выпивал, да, выпивал, и потом он перестал пить, да, мужа сына перестал пить и был трезвенником. Я ему задавал вопросы, дядя Расул, а как это бывает? Ведь организм привыкает, биохимия же, вот вы бросили пить, легче стало. По моей логике не могло сразу легче стать. Он говорит, легче стало. Я говорю, а почему легче стало? Совесть не мучает, говорит, совесть не мучает. А у него были такие вещи, что он писал телеграмму, ехал, значит, в поезде, писал телеграмму, встречайте на вокзале, вагон, ресторан. Ну, это я юмористически говорю, на самом деле мудрейший, ну, просто потрясающий мудрейший человек, который написал и песню «Журавли», да, и именем которого гордится Дагестан. И не только Дагестан, а весь Советский Союз гордился, и Россия гордится сейчас. Конечно, да, а вот его дочь, мой товарищ Патимата Гамзатова, которая мне помогала выставку сделать в Москве художественную в Институте искусствознания, она там заведовала отделом, и сейчас, наверное, заведует, и мы просто давно не виделись по разным обстоятельствам. И даже в научных трудах, и Института искусствознания государственного, есть мой доклад, как художнику найти свое лицо, и очень интересно все это происходит. И она мне тогда сказала, слушай, мы, говорит, столько лет пытались, чтобы папа не пил, говорит, а ты ему вот эти вопросы задаешь, ты перестань его провоцировать. Я сказал, папа больше никогда не буду. Да, я очень любил Расула Домжатовича. И когда он, я как-то получил медаль Лермонтова за сохранение мира и согласия на Кавказе от нашего полковника Захарова, который был, там был в президиуме тоже, в этого Лермонтовского комитета, психолог, военный полковник, он мне привез медаль Лермонтова и удостоверение к нему. Я когда открыл, награждается Хосе Алиев за мир и согласие, ну, за сохранение мира и согласия на Кавказе, и подпись Расул Гамзатов. И я, я говорю, Алеша, ты что это? Он говорит, так он же председатель этого Лермонтовского комитета. Ну, я представил себе, как дядя Расул улыбнулся, когда в списке награжденных ему принесли подписать еще, и увидел Хосаев, у меня же редкое имя, Хосаев тем более. Да, он, когда подписывал, наверное, улыбнулся, потому что мы были вот добрыми, добрыми друзьями. Мы очень редко встречались, потому что дядя Расул был всегда занятый человек, но он же член президиума Верховного Совета, нарасхват его во всех городах и по миру он летал. Ну, он же всегда был занятый, я с ним редко встречался. У нас были особые отношения, особые отношения, он ко мне всегда с теплом относился. Так что всем родственникам, всем родственникам, друзьям, близким, я всем желаю здоровья, счастья, нашему Дагестану здоровья и счастья, да, потому что у нас есть такие люди, как Расул Гамзатов, есть такие люди, и мы гордимся ими. До встречи, друзья. Продолжение следует...